Всем привет! Очередной влог! Мой предыдущий влог был, тоже я ходила по этому лугу, но одна прогуливалась. Вот этот влог посмотрела тетя Катя, она настолько прониклась этой тематикой, благодаря моему предыдущему влогу, что тоже решила сюда приехать и погулять. Вот смотри, какой-то гончарный промысел семьи Малахова. Гороховецкая плотинская игрушка. В старину ее вырубали топором. Гороховец у нас славился мастерами краснодеревщиков. Это делает наш реставратор Куковицкий Владимир Алексеевич. Здесь его автограф. Он реставрировал все наши храмы. Покрова на Норле, Успенский, Дмитриевский, Кремль в Москве. Это с северного фасада резной камень, дерево жизни и павлины. Вот такая фреска изображалась только на царских храмах. Это местное производство, наш гончарный промысел Алексей Малахов, белая глина. Вот это сковородки. В них можно готовить прямо на газу, без рассекателя. Омлет пожарить очень быстро и без масла, что кому-то может быть важно. Кашу, овощи. Петушки какие-то смешные. А вон смотри, шали, поем шали с ними. А вы что вяжете? А я просто игрушки вяжу, мягкие. Игрушки? А они тут не представлены? Я сегодня их не взяла, я только в воскресенье их уберу. Только в воскресенье, иначе в воскресенье приезжают. А вот это кто будет? Просеный. Здорово. Просто столбиками, да? Да, да, просто цепочка обычная такая. Я тоже немножечко игрушечки вяжу. Как немножечко? Ну чуть-чуть, да. У вас детей много? Детей много? Мужиков много. Мальчики. И всем надо это. Готовить? Да. Представляю, сколько они едят. Вязание на публике. Вязание на публике, здравствуйте. А вы вот тоже вяжете и продаете прям, да? Да, конечно. Угу, здорово. А это у вас будет тоже шаль? Это мой узорчик. Это у меня будет треугольная косыночка такая вот. Угу. Но здесь не пух, здесь шерсть и акрил добавляется, чтобы он не был таким, не сбивался, как валенок. Он сам по себе плотненький, хорошенький. То есть, ему больше не надо. Ага, здорово. Вот этажурная вязочка такая. Хорошо берут. Она секционная, по-моему, да? Вот эта вот. Да, видите, называется. Она вот окрашена разными тонами. У нас продается такая вот. А это как называется она? Не помните? Не помню. Да вы сразу увидите, как. Вы знаете, цветов, оттенков море. Очень красивый серый. А темно-серый. А темно-серый. Вот чисто белому. Потом с сиреневым оттенком. С коричьем разным. То есть это разным. Угу. Просто вот руки, к сожалению, две. Вывезут. Тут продали, но ее вязать два где-то дня вот. Сидишь. Ну это умеючи. А если ничего не получается, там полгода. Сувенирчики. Прикольные картиночки-то. Вы выбирайте. Наверное, тоже ручное все. Да, наверное. Это лев вот чисто Владимирский. А, это лев Владимирский. Это, наверное, Андрей Бакалюбский. Да. Он все время такой злой. Ну он такой... Такой... Ух! Какой-то он ретивый. Ретивый. Да, я вот все время боюсь. А его мухи достали вон эти слепные. Да. Вот мы идем. Босиком. По вот этим не очень приятным камушкам. Я вот в предыдущем влоге рассказывала, что здесь раньше были тропинки. А потом сделали вот эту вот каменную дорогу. Решили якобы это дорога к храму, для туристов, для удобства туристов. Хотя всем прекрасно ходилась раньше по песчаным тропинкам. Так, друзья. Мы потихоньку продвигаемся к храму Покрована Нерли. Ну, собственно, его со всех сторон я обошла в моем предыдущем влоге. Можете посмотреть. Ссылку я оставлю внизу. Вот. Проходите, смотрите. Я там зашла даже туда, где написано «Вход запрещен». В этом храме Покрована Нерли, когда у меня бабушка была жива, она вот там торговала духовной литературой. Мы к ней туда ходили. Вот она прямо в храме сидела с книжками. Там была и Библия для детей, и для взрослых, и всякие жития святых. Ну, в общем, такие интересные у нее были книжки. Я, друзья, сегодня специально надела платьишко. В тот раз я была в шортах, а сегодня в платье. Вот. Причем это платье беременное. Да, да, кстати. Вот оно, это платьишко. Видите, тут вставка для живота. Вот. Я в нем ходила, когда носила Андрюшку. Вот это платье натуральное, по-моему, хлопок. Такое оно приятненькое. Так что можно его надевать, когда жарко. Оно к телу приятное. И вот сегодня мы с тетей Катей собираемся зайти в храм Покрована Нерли. Прямо внутрь. Потому что в прошлом влоге я не вошла, я забыла платочек. Еще и в шортах была. Ну да, в этот раз подготовились. Да, на этот раз мы взяли платочки. Вот. И собираемся зайти внутрь. Надели юбки, платья. И зайдем сегодня внутрь храма. Так, вот мы с тетей Катей дошли до храма. Покрован Нерли. Сейчас наденем платочки. И вот такой платочек. Красненький. А у меня желтенький. Сейчас наденем и пойдем внутрь. Вот. Всем привет. Сейчас пойдем в храм. Вот тут тоже очень хорошие виды возле этого храма. Посмотрите какое озеро. Это озеро, а не река? Ну это старица вообще. Это когда-то была река, потом река основная ушла, а вот это осталось. Ну все, мы пошли в храм. Все, мы вышли из храма. Внутри снимать ведь нельзя, потому что перечеркнутый телефон нарисован на двери и перечеркнутый фотоаппарат. Вот снимать не стало. Вот мы были сейчас внутри храма Покрован Нерли и еще вон там храм. Еще вон там храм. Это храм трех святителей рядом находится. Там еще церковная лавка. Тетя Катя там свечи купила, сейчас поставила. Хотим дойти до речки. Сейчас дойдем, все вам покажу. Вот этот храм остается сзади. А мы уходим. Здесь продают вон фотографии. Фотографии продают. Вон идем. Вон прудик какой здесь. В общем, вся информация про луг, про сам храм у меня вот в предыдущем влоге. Там я рассказываю какие-то факты, какую-то историческую информацию, ну еще там что-то интересное. Вот, если хотите, можете там посмотреть. А этот влог вот чисто как мы с тетей Катей ходим. То есть, никаких исторических фактов я не буду тут приводить. Вот, все это в том влоге останется. А это чисто просто как мы гуляем. Ну, вот в храме Покрова Нарли там очень маленькое пространство. Очень маленькое. Там заходишь и прям маленький пятачок. Метр на метр. Так что там особо не разгуляешься. Никому нет. Там домовая церковь. Что значит домовая церковь? Там такая домовая церковь, но это... А это сюда. Ну, это значит такая более домашняя, домашняя атмосфера и такая более, скажем так... Ну, есть вот храмы-храмы огромные, куда может прийти большое количество народу. Сюда тоже, конечно, большое количество народу может прийти, но одновременно там... Оно там не поместится. Да, одновременно там больше пяти, максимум десяти человек там просто не развернешься. Ну, это для этого и не предназначено. Целые эти вот груды туристов туда приходят. Как вот они там помещаются, я не понимаю. Ну, по очереди, видимо, ходят только. По очереди есть только. Потому что там человек пять, и всё, и уже тесно будет. Ну что, на речку пойдём? Вот, смотрите, как заделали плиткой. Вот здесь вот была тропинка. Прям тропинка-тропинка такая тоже песчаная. А теперь, смотрите, тут плитка, и она тянется вон до туда. Кстати, надо будет потом туда сходить, посмотреть, докуда эта плиточка. Так что я чувствую, что постепенно этот лук всё-таки заасфальтируется. Потихоньку-потихоньку. Как и хотели когда-то. Хотели когда-то его заасфальтировать, но потом отказались от этой идеи. Ну, вот нафига тут вот эта плиточка? Блин, ну не нужна она здесь, мне кажется. Ну ладно, вот если не имётся, там сделали вот эту дорогу к храму, да, из этих булыжников. Ну вот эта-то плитка тут зачем? Тут были песчаные тропинки. Да ещё такой ширины, господи. Тут вот травка росла, цветочки. Нафиг вот это всё? Ой, я не понимаю. Вон там мы были. Вот это храм трёхсветителей, а вон там покров. Кстати, по-моему, сначала только покров, а храм трёхсветителей это уже потом. Тут вообще какая-то парковка, смотрите. Я не знаю, для чего это какая-то вертолётная посадочная. Так, вот мы вышли с этой заделанной плитками территории, и тут вот уже идёт тропинка. И вот посмотрите, насколько приятней по тропинке. Конечно. А там вот сделали, взяли и всё заделали. Практически заасфальтировали. Вот, вон она, речка виднеется. Это Нерль. А ещё тут клязьма течёт. Вот это вот Нерль. Нерль, речка получше, чем клязьма. Клязьма считается грязной. В ней много воронок. И в ней, честно говоря, часто тонут люди. Вот. А Нерль, она как-то поспокойней. Я на нём несколько лет не была на этом пляже. Хотя, когда была маленькой, очень часто сюда ходила. Ну чё, как? Водичка прохладная. Купаться я бы не стала. Прохладная, да? То есть ноги пачать хорошо. Она ледяная, ребята. Она не то, что прохладная. Но купаться я бы не рискнула. Это середина лета называется. Ничего себе. Это она даже у берега такая ледяная. Вааа. Вот, что значит прохладное лето. И почему-то пахнет рыбой. Это тима, наверное. Какой-то тухлый. На этом пляже я часто была, когда была маленькая. Вот этих деревьев их не было. Тут был чистый песок. Сейчас, честно говоря, река очень сильно разлилась. Здесь вот в половину этой реки это был пляж песчаный. Был песок. А сейчас от песка осталось практически совсем ничего. И речка разлилась очень сильно. А вон с того берега, вот с этого с обрывистого. Он всё время был такой обрывистый. У меня с него, помню, папа сиганул. Короче. Он переплыл речку, забрался и сиганул. И всё себе отбил. В принципе, дно осталось такое, как и много лет назад. Дно приятное, песчаное. Дно не изменилось. Но река разлилась очень сильно просто вообще. От пляжа не осталось практически ничего. Вот этот вот пятачок. Раньше пляж уходил вот вплоть до середины реки. Это был пляж. Офигеть. Всё. Мы ушли с речки. Идём опять по вот этим вот плиточкам. Дурацким. И идём. Мы решили посмотреть, докуда ведёт эта дорога. До каких пор эти плиточки выложили. Потому что раньше их не было. И почему они здесь интересны. Вот лужок. Вон покров на нырле остался сзади. Так. В общем, друзья, мы прошли через весь луг. Вот эта дорожка тянется через весь луг практически. И вот мы куда пришли. К каким-то воротам. Мы думали, что может быть мы выйдем к выходу с луга. Но нет. Вот пришли к этим таким каким-то воротам синим. Тут вот тоже река течёт. Вон мост железнодорожный. Написано «Стой». Сейчас пойдём посмотрим. Так, ребят. Мы вышли к запретной зоне. Потому что «Стой!» Охраняемый объект. Ведётся видеонаблюдение. Запретная зона. Проход запрещён. Интересно, а почему запрещён проход? Вот, да. Такой суперохраняемый объект. Что-то охранять. Мне интересно. Не знаю. Там железная дорога. Да. Тут аж эта проволока. Колючая. Ничего себе. Тут заканчиваются. Там же идёт обычный асфальт. Да. Заканчиваются наши плиточки. Дальше идёт асфальт. В общем, ничего не понятно, друзья. Но теперь нам придётся идти обратно. Потому что здесь с луга не выйдешь. Да. Мы погуляли, друзья. Солнышко уже скрылось за тучками. Ещё такой ветерок поднимается. Прохладный. Ветер прохладный поднялся. Может, мы здесь пройдём? Пойдём здесь. Вот. И мы всё. Мы уходим с луга. Уже вечер. Так что пишите, пожалуйста, нравятся ли вам такие видео. А то мы с тётей Катей, может, ещё приедем, пройдёмся по лугу. Или можно с детишками. Вот. Так что пишите. Ставьте лайки нашему лугу Боголюбовскому. Ставьте, пишите комментарии этому видео. Подписывайтесь на канал. Впереди ещё много всего интересного. Пока-пока. Пока-пока.